Всем привет! Я Серега Скалик, клан Зеленоград. Между нашим кланом и кланом Black Lotus состоялась дуэль в рамках NDL Open составом 2-5-9-4 за выход в полуфинал. Результат на экране, а мы посмотрим несколько атак с нашей стороны. Все они совершенно разные, будет интересно. Выключайте звук, поехали! Первая атака на номер 16, микс для трешки, 3 лавы и куча шариков, и сама атака начинается с выманивания вражеского подкрепления. Крепость клана находится с краю базы, и всего один шарик с этим справляется. А маленький дракончик под заклинанием яда расправляется с юнитами, которые выбежали. Внизу выпускаются короли для того, чтобы существенно облегчить задачу воздушным юнитам, уничтожить вражескую королеву и одно ПВО. На этом подготовка к атаке будет завершена. Сама деревня же имеет довольно интересное строение. В центре стоит огороженная стеной и рвом инферно. Именно это создает в базе удобные коридорчики для полета воздушных шаров и адских гончих. Чем и воспользовался атакующий. Следующая база номер 14, все еще 10 уровень ратуши. Атака в два этапа с предзаходом землей. Используются два голема, также пека, таран, а в нем боулеры. Такой очень мощный заход рассчитан на уничтожение как минимум 50% базы. Довольно широкая и качественная зачистка по всей стороне базы. Можно выпускать таран, ведь все обязательно пойдут за ним. Выбрано направление и этот план атаки не случайно. Ведь именно с этого края расположены все 4 ПВО. Они соответственно устраняются вместе с королевой и вражеской крепостью. Вторая часть атаки состоит из планомерного уничтожения оставшихся зданий дефа. С помощью всего одной лавы и отряда шариков. Они следуют от одной цели к другой под прикрытием, на ускорениях и под другими вспомогательными заклинаниями. Сооружений способных пробить толстую броню адской гончей просто не осталось. Так и добирается база. Следующая десяточка это база номер 8. Она симметричная, ратуша в углу на 6 часов, но микс с спеками тут вряд ли зайдет. Во-первых, это куча толстых зданий с 12 часов. Во-вторых, двойная стена и пустоты, из-за которых юниты просто разбегутся в разные стороны. Поэтому королева начинает гулять с 6 часов прямо с ратуши, а используется так называемая тактика фалькон. По краям уже выпускаются юниты, это и зачистка, и просто уничтожение незащищенных зданий. Уничтожается король, далее будет вражеский подкреп. Ну а королева не страшна при таком количестве валькирий в составе. Как только наша выбирает путь, можно выпускать всю армию, прорубаться внутрь. А оттуда они уже не сбегут, так как нет прилегающих к стенам строений. Более того, база, можно сказать, обнесена рвом, что сводит к минимуму возможность вырваться наружу. А сверху, уже на защитные здания за забором, выпускается гигантский шар. Они ему не страшны, внутри находятся не менее грозные шарики, но уже своим количеством. В итоге, база добивается с огромным запасом по войскам. Атака на номер 7, уже 11 домик. Довольно плотно стоит деф, ратуша на отшибе, а с обратной стороны много маленьких ячеек и толстых зданий, стоящих стеной. Атака миксом голем хоги, то есть потребуется хорошая зачистка, дабы предзаход не ушел гулять по периметру. Сверху этим занимается электрический дракон, а ниже под прикрытием голема несколько магов. Главные враги такого атакующего состава, как мы уже знаем, это вражеская королева, крепость клана и орел. И все они находятся на пути следования предзахода. Угол для захода тарана не самый удобный, ему предстоит очень тяжелый путь. Тут и здание до забора, и необходимость сломать несколько участков стены. Помимо внешней, потребуется пробитие внутренней ячейки, а там препятствиями уже будут различные плотности сооружения, но все дружно следуют за ним. После уничтожения всех целей, образовался удобный коридор для хогов, по которому они и побегут. После уничтожения всех целей, образовался удобный коридор для хогов, по которому они и побегут. База номер 3. Это 11 уровень ратуши и очень необычная расстановка. Подготовительные действия к атаке начинаются с того, что дирижабль доставит воздушные шары в верхнюю ячейку. Там все здания защиты настолько близко друг к другу стоят, что разрушаются от залпа по центральному объекту. Ячейка зачищена, шарики разлетаются и очень удачно вскрывают ловушку торнадо, которая способна испортить любую атаку, но не в этом случае. После нужно уничтожить вражеский подкреп. Крепость клана расположена с краю базы и очень легко выманивается. Один шарик заставляет выйти толпу лучниц, ведьму и маленького дракончика. Совершенно не защищена крепость от таких маневров. Ну а убить этот сброд дело техники. Все они успешно травятся ядом рядом с королями, которые пошли на зачистку на другом конце базы. Королева разберется с вражескими юнитами и еще успеет прихватить одно ПВО и Орла, что сильно облегчит задачу основным войскам. После разрушения дирижаблем целые ячейки и зачистки героями области прилегающей к ней образуется приличный коридор для полета на воздушных шарах. Добавить немного волшебства и получится очень уверенная трешка. А на этом все. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи и хорошего настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok